Несмотря на свой выходной, на площадь Петра пришли сотни человек. В руках у каждого главный символ праздника – российский флаг. Скажите, что этот праздник значит для вас? Для нас, для меня лично, это праздник страны, праздник нашего народа, гордость за нашу страну. Случайных прохожих здесь не было, пришедшие точно знали, для чего собрались. В очередной раз подчеркивая соборность и единение российского народа. Для каждого это праздник великой страны, у которой славное прошлое, достойное настоящее и блестящее будущее. Родители приводили детей, волонтеры раздавали флажки и ленточки с триколором. Мы с дочерью пришли на этот праздник, люди собираются. Праздник хороший, нужный, поэтому здесь. Для меня это большой день, потому что вот эти красивые три цвета, символика флага, для меня символизируют прошлое, настоящее и будущее. Я уверен, что наше будущее будет светлое и приятное для всех. Мы любим свою страну, гордимся своей страной. И просто не прийти в такой праздник, день флага, это, не знаю, у меня даже ребенок, я вот с сыном вместе пришла. Для меня вообще это звучит гордо, я не могу пропустить такое мероприятие. День российского флага – праздник молодой, ему всего 20 лет. Но у самого триколора более чем 300-летняя история. Он был создан еще Петром Первым. На протяжении нескольких веков главный символ государства неоднократно менялся. Белым, синим, красным он стал лишь в 1991 году. Во все времена Россия чувствовала под этим флагом единение, чувствовала силу и шла к победе. Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать. И события в последнем времени говорят о том, что Россия едина, Россия непобедима. Российский триколор – это один из символов нашей великой страны. Белый цвет символизирует благородство. Синий – честность. Красный символизирует силу, смелость и великодушие. День российского флага ежегодно отмечают 22 августа. По всей стране проводят митинги и концерты. Наш регион не стал исключением. К большому празднику подключили все районы и города области. В каждом из них программа мероприятий расписана целый день. Анастасия Сердюкова, Михаил Жилкин, Липецкое время.